Владимир Поветкин о себе рассказывает, на Хэмзе проработал всю сознательную жизнь. Год назад с предприятия уволился. Но с заводом его по-прежнему связывает невыплаченная зарплата. Мужчина говорит, только ему бывшее руководство задолжало 17 тысяч гривен. Часть отдавали, часть осталась. И теперь мы по судам ходим, выпрашиваем, они не дают. В общем, плохо. С 2009 года на Хэмзе накопилась 6-миллионная задолженность по зарплате, рассказывает главный инженер предприятия. Чтобы погасить долги, хэмзовцы хотят продать турбоатому 3 километра железнодорожных путей. У нас есть независимая оценка этой железной дороги, за которую оценили 8,8 миллиона. То есть по этой оценке мы должны продать турбинному заводу ее. Журналистам главный инженер устраивает экскурсию по железнодорожному хозяйству завода. Когда-то у Хэмза было 3 собственных тепловоза и 10 километров путей. Крупногабаритные двигатели, машины у нас были, которые тоже отправлялись. То есть мы работали практически посуточно, постоянно. Сегодня об улом величии и настоящей заброшенности заводской железной дороги напоминает вот этот обросший кустами вагон. От железнодорожного цеха на Хэмзе хотят избавиться совсем. Говорят, товаров сейчас производят намного меньше, содержать пути и тепловозы невыгодно. В локомотивном депо и зимой нет отопления. А чтобы тепловозы работали без сбоев, температура в помещении должна быть минимум 10 градусов. Мы начали гонять тепловозы в холостую для того, чтобы хотя бы поддержать их жизнь, чтобы они были работоспособными. В планах у руководителей предприятия продать свой последний тепловоз и выставить на торги пустующие заводские корпуса. Тех, кто трудится на железной дороге, руководство Хэмза обещает не увольнять, а подыскать для сотрудников другую работу.